Всем привет, на связи проект Maboo и в сегодняшнем видео я хочу поговорить об очень такой сложной и острой теме, в которой мучаются многие начинающие андроид разработчики, все те кто обучаются. И эта проблема связана с созданием виджета RecyclerView. То есть если вы откроете любое мобильное приложение, увидите там список товаров, список записей, список категорий, список изображений. Ну в общем-то все что можно листать и это все можно и состоит из множества элементов, создается с помощью списка RecyclerView. Ну казалось бы список состоящий из элементов, что там создавать, но на самом деле все не так уж и просто. Для создания такого списка используется виджет RecyclerView. Кстати говоря, я видел очень много вакансий, которые строятся именно на знание и опыте работы с этим виджетом. То есть по факту не важно многие другие аспекты, есть ли у вас есть или нет, но самое главное, что требовалось от вас это знание работы с этим виджетом. Там очень много нюансов. Я очень часто встречаю у начинающих андроид разработчиков, те кто обучаются непонимания и сложность тем, как создать такой виджет. Именно об этом виджете мы с вами поговорим в этом видео. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе, андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Смотрите, у нас есть список, допустим, товаров. У нас есть список, допустим, из 20 товаров. И каждый из этих товаров состоит из следующих элементов. Карточка, собственно, в которой все находится. Изображение, название товара, категория товара, цена товара, цена товара, описание товара. И 4 кнопочки. Положить корзину, положить в избранное, добавить сравнение и посмотреть товар будет в быстром поиске, в быстрой панели. И казалось бы, что тут создавать. Но вот смотрите, для создания вот этого списка в виде RecyclerView будут использоваться 4 файла. Во-первых, нам нужно с вами предусмотреть верстку, XML верстку каждого элемента списка. То есть, по факту, верстку для презентации одного товара. То есть, для вот такого одного элемента. Мы в этой верстке создаем материал карт, внутрь которого кладем виджет ImageView, то есть изображение. Несколько виджетов с текстовых, TextView. Они будут использоваться для имени, категории, цены и описания. Далее сбоку мы создадим с вами компоновку, скорее всего, это будет LinerLayout, для того, чтобы в ряд с вертикальной ориентацией все это расположить. И здесь мы будем использовать 4 ImageButton. Это кнопка добавить в корзину, кнопка добавить в избранное, в сравнение и быстрый просмотр. Если вы не знаете, как это все делается, то также не знаете про работу с LinerLayout, вы можете это все посмотреть в основах Android. Я недавно выпустил 2 больших видео, на общей массе где-то на 3-3,5 часа. Там это все показано, но там не показана работа с виджетом RecyclerView. Если вы хотите научиться создавать такие крутые списки, то сразу советую вам записаться ко мне на обучение. Ссылочка на обучение также есть в описании под видео. Итак, нам нужно предусмотреть верстку каждого элемента списка. Для этого мы создаем, ну например, в нашем случае у нас товары, мы можем создать в папочке Res под папки Layout, XML шаблон, внимание, не Activity, не Фрагмент, не Kotlin класс, а именно XML шаблон, например, продукт нижнее подчеркивание item.xml. И прям там можете даже без компоновщика ConstructLayout сразу, без компоновщика, сразу в качестве основы у нас будет карточка Widget Material Card. И внутри этой карточки Material Card мы уже создадим компоновщик ConstructLayout, который будет себя включать и определять размещение всех вот этих виджетов изображения, названий и кнопок. Когда у нас готова верстка, нам нужно взять и посмотреть на эту верстку и понять, какие элементы верстки будут динамичные, то есть, которые будут меняться и будут разными в каждом пункте нашего меню. Например, смотрите, у нас есть, допустим, товар джинсы, да, у нас будет у этих джинс оригинальное изображение, оригинальное название, оригинальная категория, оригинальная цена и оригинальное описание. Допустим, следующий товар будет майка, тоже оригинальное изображение, оригинальное название, оригинальная категория, ну, хотя категории будут повторяться у нескольких товаров, которые относятся к одной и той же категории, Но все равно у каждого товара будет каждый раз заново определяться категория оригинальная цена, оригинальное описание. А теперь давайте заметим, что не поменялось в этих двух карточках. Не поменялась кнопка добавить в корзину, кнопка добавить в избранное, кнопка добавить в сравнение и кнопка быстрый просмотр. То есть вот изображение, название, категория, цена и описание это элементы карточки, которые будут каждый раз меняться. И вот для таких элементов мы должны создать специальную модель класса, то есть специальный модель, специальный класс, в котором мы должны будем с вами создать переменную под каждый такой динамичный элемент. Допустим, изображение это будет интовая переменная, для текстового виджета мы создадим строковую переменную. Итак, создали эту модель, потом я вам расскажу для чего все это нужно. Далее, ну даже мы можем, для чего нужна эта моделька. Смотрите, вот этот XML шаблон, он будет отвечать за верстку каждого элемента. Модель класс, эта моделька будет являться кассоконструктором, неким таким скелетом, по которому мы будем собирать наш список, а именно каждый элемент нашего списка. Далее, для того, чтобы мы могли собрать этот наш список в соответствии с нашим скелетом, то есть с моделькой в соответствии с версткой каждого элемента, который мы определили в специальном файле продукт, нижнее подчеркивание, item.xml, но нам нужен некий адаптер, который сможет, который, с помощью которого мы сможем автоматизировать процессы наполнения нашего списка элементами в соответствии с определенной версткой и в соответствии с определенным скелетом, то есть с определенной моделью. Мы создаем класс адаптер, опять же, это не activity, не фрагмент, это конкретный класс. Просто создаем Kotlin класс, называем как его угодно, ну допустим, продукт адаптер, унаследуем этот класс от базового шаблонного класса RecyclerView.adapter, также в этом классе мы импортируем дополнительные в классы все необходимые методы и там мы настраиваем, то есть мы настраиваем связь с вот этим xml шаблоном, мы настраиваем связь с вот этой моделькой и мы наполняем, грубо говоря, мы запускаем в этом адаптере процессы по наполнению нашего списка элементами в соответствии с нашей версткой и в соответствии с нашей моделькой. После того, как у нас адаптер готов, мы идем в то activity или фрагмент, в котором нам нужно создать этот список RecyclerView, создаем в xml шаблоне, допустим, этого activity, мы создаем специальный виджет, размещаем, который так и называется RecyclerView, переходим в Kotlin класс, просто виджет, больше ничего, переходим в Kotlin класс этого activity, инициализируем наш, ну тут, кстати говоря, зависит от того, какой подход вы выбираете. Статичный RecyclerView, где вы вручную все элементы создаете, или динамичный RecyclerView, где у вас будут все элементы выгружаться из базы данных. Но если мы, допустим, давайте я вам расскажу сначала про первый вариант. При первом варианте, когда мы динамично создаем каждый пункт нашего RecyclerView, мы инициализируем адаптер, вот этот наш, который создали, мы инициализируем наш класс модели, создаем с вами объект списочного массива, в котором будут находиться все элементы, которые мы хотим отображать в этом списке, создаем для каждого, в общем, создаем для этого списочного массива по нашей модельке необходимые элементы, то есть создаем, допустим, создаем первый элемент, название указываем, джинсы, изображение указываем, ссылку, допустим, на изображение, указываем название категории, указываем название цены, указываем название описания. Все. Итак, создаем каждый товар для этого списочного массива, после этого мы инициализируем адаптер, записываем этот адаптер в RecyclerView и после этого все у нас начнет работать Если вы хотите посмотреть в нюансах, как это все работает, опять же я вас приглашаю к себе на курс, где мы все это разбираем Это сложная тема, которая не имеет смысла в открытый доступ выставлять, потому что многие ученики заплатили за это деньги для того, чтобы понять, как это все работает Поэтому, если вы хотите качественное объяснение, как работает RecyclerView, я вас приглашаю к себе на обучение Но с этим RecyclerView есть очень большая проблема Мы видели вот эти четыре кнопки, что должно происходить, например, по табе по кнопке корзина Под притали по кнопке корзина мы с вами должны поймать айдишник этого товара и положить его в ту же базу данных в корзина То есть база данных, в которой отображаются товары, которые есть в корзине Или, например, записать в этот товар, в базе данных, в этом товаре какую-то уникальную информацию А именно статус, что он лежит в корзине, чтобы у нас отображались во вкладке корзина все эти товары, которые имеют уникальную метку Или проще всего положить в отдельную базу данных корзин И для этого, как нам сделать вот этот обработка таба, допустим, по этой кнопке корзина Нужно обратиться в самом адаптере к этой кнопке, к верстке И далее происходит самая часто встречающаяся ошибка, которая есть в интернете Потому что если вы будете в сети смотреть, как реализуется Recycle Review Вы увидите, что в 90% случаев всю бизнес-логику после нажатия на эту кнопку корзина Будут впихивать внутрь адаптера А это неправильно Адаптер нужен лишь для наполнения нашего списка Никакой особой бизнес-логики там ее не нужно То есть все, что мы делаем в адаптере Мы вешаем на нашу вот эту кнопочку Мы можем повесить в адаптере прослушиватель на нажатие на эту кнопочку Потому что у нас в адаптере будет подключен файл вот этот Product Item В котором предусмотрена вот эта верстка каждого элемента Мы вешаем на нажатие этой кнопки прослушиватель И внутри этого прослушивателя мы должны будем с вами создать метод по передаче Скажем так, вот этой модельки Я сейчас объясняю сложный вариант, как мы работаем Допустим, в большинстве случаев вы будете с RecyclerView работать Когда вы будете работать с базой данных Но по факту нам нужно передать Нам нужно что сделать? Нам нужно передать из этого адаптера Индивидуальный идентификатор товара Этот индивидуальный идентификатор товара будет храниться в адаптере Там есть специальный пункт, в котором он хранится Нам нужно просто передать эту переменную И все, что должно происходить после нажатия Этой кнопки должно быть прописано в том activity или фрагменте Где у вас размещен виджет RecyclerView Там, где мы инициализировали адаптер Создавали список с этими, со всеми товарами И вот этот метод мы должны из адаптера передать в то activity Это очень длительная цепочка, длинная цепочка, конструктор метод Опять же, про это все я рассказываю всегда на курсе Далее, я вам рассказал про простой вариант Что происходит в варианте, когда мы работаем с базой данных через библиотеку room В качестве модели конструктора, скелета, по которому мы собираем RecyclerView У вас выступает модель базы данных То есть класс с полями для базы данных И в этом случае целесообразно уже передавать При нажатии, допустим, на кнопку корзину Всю модель, после которой мы можем уже с этой моделькой Выбирать оттуда индивидуальный идентификатор и все другие параметры Там уже удобнее передавать всю модельку Вот так вот в принципе функционирует RecyclerView Все, что вы должны сейчас на данном этапе знать Что RecyclerView это список, который состоит из элементов Для создания такого RecyclerView мы используем 4 файла Во-первых, верстка каждого элемента этого списка Создаем XML шаблон Во-вторых, мы должны создать скелет По которому мы будем собирать каждый пункт этого списка В-третьих, мы должны, скажем так, автоматизировать процессы сборки С помощью адаптера и все это выводить в специальном активите Во фрагменте, в котором у нас будет размещен виджет RecyclerView В котором мы в этом активите должны в Kotlin классе и инициализировать этот адаптер И инициализировать списочный массив И инициализировать модельку саму И все, и сделать процессы, которые запустят Ополнение RecyclerView через адаптер И самое главное, всю бизнес-логику при табе по элементам RecyclerView Выносите всегда в активите или во фрагмент Никогда не прописывайте в адаптере В целом это все, что я хотел вам рассказать Но если вы хотите более плотно научиться делать все эти крутые штуки То приглашаю вас на обучение Ссылка на обучение есть в описании под видео Ссылка на обучение